Теперь суд вынес приговор по второму уголовному музею. Весной 2015 года Хвостов получил через посредника взятку в сумме 10 миллионов рублей от участника Капиталстроя за содействие в принятии главы администрации города Владимира постановления о подготовке проекта планировки территории в районе улицы Почаевской областного центра, а также последующем утверждении результатов публичных слушаний и проекта планировки данной территории для строительства многоквартирных домов. Кроме того, в июле он получил от участника Капиталстроя взятку в виде двух дорогостоящих мобильных телефонов общей стоимостью более 100 тысяч рублей за оказание содействия в снятии начальником инспекции госнадзора запрета на введение строительных работ и ускорение проведения расследования, назначенного в связи с обрушением лестничных пролетов в многоквартирном доме. Свою вину Хвостов так и не признал. С учетом состоявшегося ранее приговора и сложения всех преступлений, окончательное наказание Хвостову назначено в виде 12 лет лишения свободы со штрафом в размере 40 миллионов рублей и с лишением права занимать государственные должности на 3 года.